Микс Ньюс Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Продолжим также разговор об экономических последствиях пандемии. И объявлен в Латвии чрезвычайной ситуации. Сейчас попросим нашего звукоежиссера связаться с еще одним нашим экспертом, собеседником, предпринимателем Евгением Лившицем. Сразу скажу, что после перерыва на рекламу в 17.30 мы будем созваниваться с еще одним экспертом, юристом Игорем Мэй. Тоже поговорим о правовых и экономических аспектах чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация, напомню, объявлена до 14 апреля, но может быть продлена. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Да, вот все-таки как вы оцениваете экономические последствия чрезвычайной ситуации? Есть эксперты и политики, которые говорят о том, что закончится острый период этой пандемии, острая фаза, и экономика войдет в нормальное русло, поскольку у нас нет таких фундаментальных проблем. Другие говорят о том, что поскольку весь мир оказался в таком незавидном экономическом положении, Соединенные Штаты уже объявили о начале рецессии, что это все надолго. Как вам кажется? Если уже Соединенные Штаты объявили, я думаю, что у нас достаточно тяжелые, сложные последствия будут, особенно для системообразующих предприятий. Я могу сказать пару слов о среднем и небольшом бизнесе. Если, вот слава богу, сегодня более-менее здравое решение Кабмин принял, отменив свое предыдущее решение, которое вот как бы ни в какие ворота не лезло. Сегодня исправили эту ошибку и все равно как бы помогали сильно, не очень сильно. Часть предприятий небольших уже не восстановится и всего разных причин. То есть вообще не переживет этот кризис, да? Не переживут, да, не переживут, потому что не переживут. Точно так же, как из тысячи заболевших, там несколько человек умирает, то же самое, я думаю, будет и с предприятиями. И не переживут, и владельцы не захотят заново все восстанавливать. То есть если им удастся получить части предприятий какие-то депозитные, а потом в будущем оборотные средства, они смогут начать работать и постепенно восстановиться. Точно так же, если мы говорим о гостиницах и о туризме, точно так же и поток людей приезжающих и отъезжающих мгновенно не придет в уровень лета прошлого года. А что касается системообразующих предприятий, ну вот мне ближе там аэропорт, арбалтик, то государство просто обязано помочь и аэропорту, который за последние годы считается одним из самых динамично развивающихся в Европе. Господин Линкенс об этом заявлял не так давно у вас на радио, что это лучшее предприятие в системе министерства сообщения. Арбалтик, который поставил на прикол много самолетов, у которого есть обязательства перед лизингодателями, речь идет не о 10 и не о 20 миллионах, но если государство хочет спасти эти структуры, оно должно им помочь обязательно, потому что аэропорт это вообще стратегический объект, считаю. У нас, кажется, президент, председатель Совета национальной... Безопасности, именно, да. Да, да. Насколько там происходит этот анализ, хотя президент, наверное, вот этим действием не обочин в силу своей предыдущей работы. Это очень важный момент. Вот такой вопрос, который я хотел задать. Я знаю, что вы работаете в сфере грузоперевозок. Что там? Потому что, может быть, создается такое прерватное ощущение, что вот с грузоперевозками все в порядке, и темпы даже будут наращиваться. Вот как вы считаете? Ну, я тружусь с коллегами в области авиационных грузоперевозок, и создалась следующая ситуация. Те грузы, которые прилетают и улетают грузовыми самолетами, они затормозились, потому что часть трафика была из Китая. Ну, возможно, через месяц-полтора это все восстановится. Те грузы, которые прилетали и улетали пассажирскими самолетами, а самолеты сейчас современные, с большими багажниками, это все на какой-то период умерло. Остановилось, да. Остановилось, и, скорее всего, там, я думаю, что где-то до середины мая это все будет стоять. У нас сейчас карантин, кажется, до 14 апреля, но уже понятно, что эта дата будет передвинута один раз или два раза уже, понятно совершенно. Вчера прилетели рейсы, которые привезли людей, возвращающихся в Латвию, и сегодня тоже, кажется. Сегодня тоже, да. Но парадоксально другое, что люди садятся в автобус, в основном кого-то встречает машина в автобус, и все кучи едут. И ясно, что к дому автобус не подъезжает. То есть люди заходят в магазин запастись чем-то. Везде с какой-то группой людей там есть свой, так образно, господин Камеш, который может так безответственно отнестись к здоровью окружающих. И это происходит. У нас же стояла передана армия, кажется, больница Ленезера. Да. Совершенно незаполненная никем, ничем. Могли развернуть достаточно мобильно. Не надо строить, как в Китае, за 10 дней новую больницу. Мобильно. И часть людей отправлять туда на карантин. И я уверен, что среди тех, кто прилетел, не все люди имеют возможность хорошо снабжаться, питаться и так далее. Лечить на карантине там и с каким-то разумным питанием продержать две недели. Потому что потом это окупится стариться. Это лучше, чем потом лечить. Это лучше, чем потом лечить и дешевле. Кстати, вот в Энспилсе открыта новая больница. Оно модернизированное было дошкольное учреждение. Вот мэр города решил создать на всякий случай новую больницу. Ну, господин Ивамберг всегда был хорошим хозяйственником. У нас-то эта больница передана Минздравом в распоряжение Минобороны. Но не надо быть чересчур умным, чтобы принять такое решение. Кто-то считал эти затраты. Я уверен, никто не считал. Никто не считал затраты, если там из приехших всех 4-5 тысяч человек будет там 50-60 заболевших. И как это потом геометрически растет, уже известно. Поэтому выгоднее, на мой взгляд, было так. Тем более и некоторые гостиницы изъявили. Но государству гораздо дешевле было бы сделать вот так, на будущее. Потому что Латвия, в силу того, что у нас мало народу, небольшая территория, имеет уникальную возможность выкарабкать из этого лучше, чем Литва, чем Эстония. Вот на ваш взгляд, нужно ли вводить более какие-то жесткие такие карантинные меры или нет? Я не медик, но думаю, что уже даже сегодня, может быть, вот жесткие меры – это было размещение всех приезжих. А вот делать патрули, которые будут проверять людей по домам, ходить. Сегодня это полиция делает? Сегодня это делает полиция. Думаю, что нет, потому что есть какая-то разумная грань между хорошей организацией и чуть-чуть паники. Не надо добавлять. Надо бороться. Говоря об экономических последствиях, вы уже, в принципе, сказали, что это ни на день, ни на два, и даже не на месяц. Вот что касается помощи государству, тут разные рецепты мы слышим, и уже отдельные решения приняты. И вот такое пособие по простою, какие-то, может быть, кредитные, налоговые каникулы. На ваш взгляд, что-то еще надо, или нужно ли, вот вы говорили о том, о необходимости поддержать аэропорт и аэрболтик? Ну вот какие есть версии? Как бы их можно было поддержать? Ну, ведь когда все, как мы говорим, закончится, я думаю, что пассажиропоток, который аэропорта достигал где-то ближе к 8 миллионам, будет где-то в районе 5 миллионов. Опять вернется к цифрам трехлетней давности. Но, тем не менее, это отлаженная работающая структура. Чтобы это все восстановить, потребуются ресурсы, нужна аэропорту помощь, нужна помощь авиакомпании. Аэропорт – это же система, которая обслуживает прилетающие и улетающие самолеты. Если не будет прилетать и улетать в самолетах, аэропорт, как таковой, чахнет. Это все надо рассматривать в цепочке, учитывая, что руководство аэропорта, слава богу, за последние годы высокопрофессиональное. У нас там были музыканты в управлении. Шутите? Нет, серьезно, господин Юрьев в прошлом музыкант. И он управлял аэропортом? Его назначили, да, управляющим, председателем управления аэропорта. Я не помню, он три или четыре месяца продержался. А он на каких инструментах там играл, интересно? Я не знаю, на каких инструментах он играл, но ему-то можно только посочувствовать, так сказать. Это было партийное назначение. Вот, партийное назначение. До этого там еще был один господин Лукса, который до этого возглавлял трудовую инспекцию. Ничего не понимала организация работы аэропорта. То есть, надо отказаться от политики парада непрофессионалов и назначений по политическим принципам. Слава богу, вот за последние годы аэропорт очень здорово продвинулся вперед. И дай бог, чтобы у нас так и железная дорога работала, и морские порты, кстати, работали неплохо. Неплохо, да. Там тоже произошли определенные перетрубации, которые, наверное, не перенесли пользу сегодня. Что касается грузов, да, все-таки выдает эксперт. Когда закончится кризис, мы все на это надеемся. Насколько реально увеличить поток грузов из Китая, из Турции, к примеру? Турки сейчас не летают в Ригу. Турки летают грузовики в Вильнюс. Жаль, жаль. Ну, так получилось, что ушли благодаря разным процессам, которые происходили у нас. Но, но, из Китая реально самолеты могут начать летать где-то вот ближе к маю месяцу. И уже появились запросы. Хотя обидно, что первые грузы, которые там сюда будут отправляться, не только сюда, и в Европу, это маски. Это настолько смешно, когда появились первые симптомы коронавируса уже в конце ноября. Я помню, мы с коллегами сидели. Чего государство уже в конце декабря не закажет? У нас масса предприятий, которые шьют одежду рабочую. Конечно. Есть фабрика в Лепой, которая шьет белье. И не надо нам было покупать за границей и искать какие-то маски. За месяц, январь, все нашилось бы на Латвию. Два миллиона населения еще с запасом. Но таких заказов не было сделано. Раскачивались очень долго. Очень долго мы раскачивались. С медиками то же самое. Я помню, недели две назад, кажется, или полторы, 38 депутатов проголосовало. Не надо повышать зарплату медикам. Было такое? Было. Прямо все ими проголосовали, что не надо. Не надо, да. Как они себя чувствуют? Как они могут в глаза людям смотреть? Потому что через медиков это распространяется на все население Латвии. Вот так унизить людей, которые их выбрали. Но еще не ушел ни последний угон, ничего. Если сейчас все правильно выстроить, и экономически, и медицински, можем из этой ситуации с достоинством выйти. Может быть, такой последний вопрос на ваш взгляд. Я понимаю, что, может быть, кризис не время делать какие-то такие радикальные шаги с точки зрения налоговой реформы. Хотя у нас уже правительство сказало, что как раз наоборот, кризис заставит их делать более весомые шаги по изменению налоговой системы. Вы, как практик в поле работающий, как предприниматель, что вы ждете, когда кризис закончится? Какие налоговые решения? — Недавно я ознакомился с высказыванием господита Рейерса, министра финансов, который за 10-12 лет работы немного прозрел. Это большой срок для обучения. — Большой, да. — Большой срок. — Почти школа с 1 по 12 класс. — Недавно прозрел. Но, в принципе, рядом есть Литва, рядом есть Эстония. Если бы мы переняли в свое время, не глядя никуда далеко, за длинные границы, систему работы налоговую, которая есть в Эстонии, все было бы нормально. Все было бы нормально. Потому что, если посчитать, сколько у нас предприятий ушло и зарегистрировалось в Эстонию, такое впечатление, что скоро будет 50 на 50. — Да, это уже перебог. Это, видимо, в принципе, сигнал. — Это больше, чем сигнал. Но если, дай бог, кардинально пересмотрят налоги, которые будут разумными, которые позволят собирать больше денег, ведь в Эстонии налога собирается на миллиард с небольшим, больше, чем в Латвии. При этом население там меньше. Вот, и камень еще один в виде работает в два или в два с половиной раза в эстонском виде людей, чем в латвийском, а собирает налогов больше. Не потому, что там лучше специалисты или хуже, налоговая система другая. — Да, ну что ж, будем надеяться, что и мы какой-то хороший опыт используем. Евгений Левшин у нас был на прямой связи. Мы как раз обсуждали экономико-финансовые последствия чрезвычайной ситуации. Большое спасибо. Хочу сказать, что во второй части мы продолжим созваниваться с нашими экспертами. Я вижу, что есть звонок в догонку. Сейчас попытаемся его принять. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. — Добрый день. Вопрос вашему гостю. Вот он говорит, дай бог, что изменится налоговая система в лучшую сторону. Дай бог это. То есть при тех 250 миллионах на закупку железнодорожных составов, если бы их вложили в латвийский вагоностроительный завод, я думаю, он бы захлевнулся деньгами, обеспечил бы поездами и нас, и Эстонию, и Литву. На чем основывается его оптимизм, что за 30 лет ничего, дай бог, хороших налогов никто не придумал? Почему вдруг, вот, начиная с 1931, 1932 или 1933 года, вдруг кто-то начнет толковую налоговую систему в Латвии изобретать? Почему он думает, что это возможно в принципе? Спасибо. Спасибо большое. Ну, мы все надеемся на лучшее, попытаемся передать этот вопрос нашему сегодняшнему эксперту, и он ответит, поскольку он уже не на связи, но мы остаемся на связи и призываем наших радиослушателей не переключаться. После рекламы мы вновь выйдем в эфир и будем созваниваться с юристом Игорем Мэй.